Сейчас мы одну снимем. Красавица надо одну снять. Вот бандитка на дороге. Да, да. А теперь с чудовищем. По свету, по свету, с той стороны. А красавица снимем с чудовищем. Тогда пойдемте туда, теперь с той стороны. О, коняшка. С оленем. С оленем. Красота. Внимание. Слушаю. Ой, смотри, кадры. Кадры, да. Она просто будет помолять за большие деньги у меня в России. А я ей не дам. Все это делается за большие деньги. Кидайте, Петрович, становитесь. Давай селфи селфи. Ты умеешь делать селфи? Так, оленя. Да, я тоже вспомнила эту песню. В мою страну оленю. Пусть нам не скачут кружки. Кружки, кружки, кружки. Смотрите. В comments Смотрите новую программу «Авто ТВ», где телеведущая, популярная актриса Виктория Маслова, специально для вас, взяла интервью у Геннадия Петровича Малахова. Это очень стильно. и главного злодея страны глава кино злодея страны да да абсолютно но тарелка у меня еще моя лодка здесь написано другого куда главный кино злодея ведущие виктория маслова тридцати адрес программа дорожным и делом материал сейчас снимаем на дороге и первого сегодня у нас именно остановка где может водитель где можно есть автоматом газировки вот она сейчас берет интервью мы хотели бы сняться на фоне входим волгу но волга у нас вопрос помните добились утомобили где участвовать и машины и мы могли так приезжайте сюда где вас всегда радужно тепло вкусно встретит приятного рука там заново а место это называется так пойдемте сначала снимите у нее если не сложно а потом директор еще обязательно поставь камеру обязательно – Обязательно. – Давай. – Спасибо. – У вас отличные кадры. – Ты будешь снимать? – Алик скоро с концертами поедет. – Постоянно мотает сюда, везде повсюду. – Да. – Постоянно. Абсолютно постоянно. И вот обслуживающая звукооператорская паломная служба, она всегда была. Олег Лунстров на оркестре и прочее. Они как раз спросили об этом полностью. Дмитрий Фолков, Валентин Смирнов. – Валечка, вообще просто. – Вот честно говорю, я это место не знал. – Но благодаря Геннаду Фермалаху, именно он сказал, что мы заедем сюда. – А вы сюда заезжали, я вас не видела. – Валентина говорит, вот приехали, как бы, помочь, что называется, в подмогу сыну, вот открыли кафе, поселились, вот оно все, понимаешь? Много людей отсюда. Тут у Первого канала приезжала, снимала. У них какой-то тут инвалид-ребенок, который уже что-то снимали. Ты представляешь, сколько народу ездит в Нижний и в Дивеево, туда-сюда? – Какие миллионы. – Тысячи проезжают. – Да, может, ночью проезжают. – Да, может, ночью проезжают, да. – Да, ночью проезжают, да, обратно едут уже днем. Ой, а мы не видели, а мы не знали. Там уже четыре года. – Тем более, если вы еще и киношники. – Нет, ну, нет. – А еще и в армии служили. Вы и служите в армии до сих пор. – Да, вы служили, а теперь всем служите. – Нет, вы до сих пор служите. – Да. – Юрий Петрович, слушай, нам по счастью. Спасибо тебе огромное, чтобы меня вот так сняли, чтобы, пожалуй, рука стала. – Юрий Петрович, спасибо огромное. Моторимся? – Ну, что сделать, вот так вот? – Посмотри, камера с другой стороны со мной. Там подсветка. – Серьезно? – Ну, я не имею. Можешь поснимать нас? – Давай. – Я хочу задать, вот как женщина-женщина. – На той идее? – Да, только ты, пожалуйста, нажимай. – Вот так, смотри, разворачивай. – Можно так? – Ну, хорошо. – Надо развернуть, а потом смортирую. – Да. – И подсветка. – Хорошо. – Мне нужно, чтобы вот Валентина было видно. – Хорошо, хорошо. – Я лучше, чтобы был свет. – Да. – Валентин, готов? – Готов. – Скажите мне, пожалуйста, вот как женщина-женщина. – Девушка-девушка. – Вы когда, наверное, выходили замуж, вы не были военными или вы уже были военными? – Нет, замуж я выходила уже за военную, потому что мы дружили, он, наверное, закончил военное училище, и я уже знала, что мы будем служить вместе. – И вы вот выбрали себе такое призвание. С этого момента началась для вас другая жизнь – гарнизоны. – Ну, гарнизон, к счастью, один только бы мы всю жизнь прожили здесь. – И я очень рада, довольна. – Сколько лет вместе? – 35. – 35? – 36 уже будет. – А вы представляете для себя вообще какую-то другую жизнь? или для вас это вот та жизнь, которую вы мечтали, которую вы любите, понятное дело, или вы какую-то другую могли себе еще представить? – Нет, другую я не представляю, потому что я рада и довольна, что если на жизнь вообще со своим супругом. Ну, а на гражданке, вот, мы в городе уже жили внешне, но мы сюда приехали. Для любой жизни я не знаю. все ближе к твоему. – Место называется это Саваслейка. Я так подозреваю, что оно, наверное, связано с чем-то. Если вы знаете историю названия этого места, скажите, если нет, то нет. Ну, а еще что меня интересует? – Здесь раньше были глубокие реки, по которым, это сейчас попересохло, по которым сплавлялись купцы. И как раз вот Сава один из них, как раз, да, они проходили из одной реки в другую. И так называли Саваслейка. А вот купец Сава здесь как раз фактурный свой. – Скажите, у нас река там протекает. Вы мимо ехали. – Ака. – Да. – Через Ака. – Проехали мост. – Это мы не Клязьмой проезжали. – Это Ака. – Мы реку Аку проезжали. И вот еще один такой момент. Скажите, пожалуйста, ведь можно же быть счастливым в любом месте Земли? – Конечно, можно. – Не важно, чем вы занимаетесь. – Когда семья и в семье все благополучно, и дети, все рядышком. Будь счастливы. – Прошлое счастье. – Да. – Вот, дорогие друзья, очередной пример того, что можно быть абсолютно счастливым в простоте, и нужны самые важные вещи – это любовь и здоровье. – Все. – Спасибо огромное. – Браво. – Спасибо вам. – Спасибо. – Вообще просто. – Смотри только, пожалуйста, не забывайте день число. – Пальцы свои снял. – Да? – Да. – Это конца я снял, нет. – Ну, интересно. – День число, место обязательно. – Спасибо. – А мне надо с вами стабильнуться. – Нет, вы можете, да, с вами можете посидеть. – Ну, конечно. – Где? – В Волге? – В Волге надо снял. – Вот Волга, Волгой. – Мы успеем, нас же там ждут, наверное. – Ну, у нас осталось. – Мы даже видели там камеру. – Ну, где мы ездили? – Мы тут особо не задерживаемся. – Нет, мы не задерживаемся. – Водка. – Мы посмотрели уже все это. – У нас же пора 9 мая. – Знаете, еще маленький нюансик. Мы сказали, как вас величат. – В Валентина, я сказала все. – Фамилия, имя, это семья. Мы не сказали, мы должны сказали, что хозяйка этого прославленного кафе то-то-то-то. – Вы нас точно прославили. Спасибо. – Вот просто. Вы обязательно не стесняйтесь. – Я с ним не стесняйтесь. – Вы стараться. – Хорошо? – Давайте. Вот берем прямо так, живем. – Ставим сегодня хозяйкой этого кафе. Валентина Валентина Ильичева. – Приезжайте. Если кто-то будет ехать из Нижнего Новгорода, если кто-то будет ехать из Дивеева, обязательно кафе «Высота». – Да. – Кафе «Высота». – Кафе «Высота». – Я приехал в главный кинозудей страны. С удовольствием. Именно здесь, именно здесь поесть самый вкусный борщ в мире. – Хорошо. – И вкусно, задушевно и с любовью. – Геннадий Петрович, а главное слово на здоровье цикле. – Доброго вам здоровьяца. – Ура! – Ура! – А теперь прикол. Я не сняла. А на камеру мы нажали. – Что, не разговаривала, что ли? – Нет. – Еще раз, дубер, дубер, дубер. – Честно. – Валентина Валентина Валентина. – Еще раз можно? – А кто это камера вообще сняла? – Да, а камера зато сняла? – Отлично. Дубер еще раз, еще раз. Можно дубер? – Еще раз. – Ужас, какой кошмар. – Что самое главное блюдо здесь? – С нами сегодня Валентина Ильичева. Мы обедаем в кафе «Высота» по дороге из Нижнего или в Нижний, по дороге из Дивеева или в Дивеево. – В общем, вы можете сюда заезжать, вкусно поесть. – Валентина, что у вас самое вкусное? – У нас все вкусное. У нас домашняя кухня. Пельмени делаем, манты делаем, своими руками, пирожки. – Прекрасные напитки, кстати. – И самое вкусное, здесь есть борщи, даже самый киноплодитель страны. – Смотрите, какой напиток. Грушный, настоящий немонахер. – Грушный. – У нас завод аквайника рядом. – И специальный напиток для грушников. – Внимание. – Папа, привет. – Я специально приехал для того, чтобы поесть борщи ищи. Геннадий Петрович Балахов, просто его не оторвать со стола. – Друзья мои, мы не будем долго вас задерживать. Приезжайте сюда, здесь вас накормят с любовью, с душой. И вы наполнитесь благостью и прекрасной пищей. Геннадий Петрович. – Доброго здоровья. Приезжайте, не пожалеете. – Ура! – Аплодисменты. – Я очень-очень не лопнула, пока снимала. – Я ее нажала, но в тот раз это было смешно, я даже понимаю, что я не крашу. я специально заняла ровно минуту чтобы я смогла пустить в инстаграм сбоку где-то алик как ты думаешь это можно в инстаграм делиться чтобы люди знали начинать вам можно заканчивать можно и не заканчивать это вообще давайте мы вам это скинем хотите давайте работа как бы я вот честно говоря готовы по цапу наверно в принципе там все отлично можно и на вайбергам скажут что я просто не умею скидывать еще и этот bluetooth как им работать вы знаете геннадий петрович подсоединиться к bluetooth валентины и сбросить туда все ну тут уже есть вот он я включила bluetooth а теперь надо выложить видео где у вас настройки ну давайте за наш да за вами фестиваль над гранью мы оттуда едем и берем сейчас она у нас ведущая автотв да нет это только что родилась эта идея мы сейчас собирать будем это полно нет нет не родилось она у нас уже было это у вас было у нас еще не давайте за вашу совослейку за вас спасибо огромное такая светлая красивая интересная как он у тебя уже назывался мы сейчас мы сделали этот материал пойдем дальше так что нам повезло что мы расследим давайте сделаем принятый файл это принятые это принятые локальные доступное устройство это рассказ упаковывание тексты все угодно с нами выкинуто доброе зарубиться за рулем у меня обычно пишут виктория давайте проще сделаем вы дадите мне свой телефон я вам все отправлю давайте очень хорошо это не факт у меня должно быть написано виктория это не мы давайте говорите 920 920 035 035 66 30 30 035 дружилась майор я играла в кино майора самый знаменитый ролик где если вы наберете если вы наберете в ю тубе не храните женщина на дороге это я там первый ролик и встречается со мной но это не соц ролик это выжимка просто это выбранный из фильма я тоже там майор И Епифанев был майором. Офигенный материал получается. Савасли. Он не представляет.